Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 846. События дня. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15-17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. За 8 апреля 2018 года. Христос воскресе. Игнатий, помолитесь за меня. Спина так и болит. Хочется в храм съездить. С уважением, Владимир Хэ. Ну вот так. Это далеко от Фина там, Карелла. Комментарий открыт по ссылке. Рулон обоев. Ну кому отвечать? Рулон обоев. Не стыдно, ничего. Запрещена фото- и видеосъемка закрытых заседаний Государственной Думы. Раз. Военных кораблей с бортов иностранных военных кораблей. Два. На территории Федеральной таможенной службы. Три. В помещениях топлива и энергетики Российской Федерации. Четыре. Во всех остальных случаях требования полиции о запрете съемки незаконные. И квалифицируются как самоупратство. Это нарушение квалифицируется по статье 330 УК Российской Федерации. И статья 19.1. 19. Коап Российской Федерации. Вывод. Полиция не знает законодательства, либо сознательно его нарушают. Значит нужно знать закон вот этот. У нас приезжает. А что вы снимаете, то он другой от полиции. Они не знают ничего. Дальше. Это я показал. Православный день Победы на слова, вот где это Христос Воскрес поется. Трапко. Христос Воскресе. Великая благодарность вам, Игнать Тихонович, что благодаря вашим трудам я пришел в православие. Это моя первая Пасха в православной церкви. Я ощущаю торжество Духа. Ничего подобного я не переживал у мессианских евреев на их празднествах Пасхи. Вся пасхальная служба в храме на Иллионе буквально озарилась великой радостью. Священники с кадилами буквально летели на ангельских крыльях, восклицая Христос Воскресе. В тесовне было били постоянно в колокола. Наверное разбудили весь мусульманский район. Быстрее возьми. Было причастие тела и крови Господней. Ощутил неописуемую торжественную радость после причастия. Шествие крестного хода вокруг храма было настолько торжествующе. Ощущалось торжество над дьяволом и его бесами во время крестного хода. Приехал домой в 6 часов утра. Лег спать, но уже через 2 часа проснулся. Как можно спать, когда и всю ночь не спал? Когда такое торжество духа? Сон бежит. Прочь. Наступило светлое Христово Воскресение. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Наталья Усатая. Отец Игнатий. Поблагодарите всех за детское представление. Очень понравилось детки умнички. Да благословит их Господь. Наталья Усатая. Отец Игнатий. Прочитала. Я тоже так верю и думаю, когда слышу о войнах-терактах. То у меня один вопрос. Покаялись люди и знали ли Христа? Ну, в Германии там задавили людей. Слава Иисусу Христу за все. Отец Игнатий. А сегодня будет вечерняя служба? Игнатий Лапкин. Занятия? Смотря где. Не везде же одинаково. Евтушенко Сергей. Златоуст гений. Не перестаю восхищаться его умением преподать высокое духовное очень. Доступно, просто и величественно. Евтушенко Сергей. Поздравляю вас, Евгений, с такой великой радостью. Слава Господу Иисусу Христу, что Он привел вас на истинный путь через своего раба Игнатия. Воистину самый радостный день Пасха Христова. Такой благодати и радости не ощутить больше нигде. Кажется, что небеса склонились к нам грешным по милости Господа и призывают нас возрадоваться о великом даре, который дал нам Христом. Лучше, чем златоуст, тут и не сказать все равно. Слава Господу за великий дар его нам грешным. Гусейнов Рустам. Христос воскрес! Воистину воскрес! Евгений Трабко. Воистину воскрес! Сон бежит прочь. Наступило светлое Христово воскресение. Христос воскресе! Воистину воскресе! Радость полная, истинная, подлинная. И пределу нет этой радости. Ник Скалеренко. У юридиков нет воды живой. Это истинная правда. Нет в них корня Господня. Все, что Отец Небесный не насадил, будет вырвано с корнем. Слава Господу нашему! И ныне, и присно, и во веки веков. Анастасия. Всех еще раз праздником! Евгений, тебя отдельно с Первой Пасхой Православной, как и нас. Действительно, в церкви все на своих местах. События переживаются с большим трепетом. Предательство Христа, распятие, смерть. А потом невероятная радость воскресения Его. Елена. Игнатий Тихонович. И все братья во Христе Иисусе. С праздником! Христос воскрес! Воистину воскрес! Евгений Трабко. Интересная заметка. На пасхальной службе увидел человека с поясом поверх рубашки. Точно та же, как и у Игнатия Тихоновича. Этот человек оказался похожим по внешности на Володю Пащенко. Короткая оборотка из-за малой растительности на лице. Но видно, бороду не трогает. Был в пиджаке и в рубашке нараспашку. Рубаха была подвязана поясом. А из-за того, что пиджак не был застегнут, то пояс выглядывал спереди поверх рубахи. Мне вспомнилось, что я уже видел этого человека ранее. И вспомнил, где. На приходе от Агафангела Пашковского в Иерусалиме. Тогда я еще был в поисках крещения. И у меня был разговор за трапезой с этим человеком. Тогда он еще мне сказал, самое главное, что нету протестантов разных толков. Это отсутствие священства. Не получилось с ним поговорить. Ну как похож на Володю Пащенко, это надо видеть. Жаль, что не заснял его с поясом. А мы как раз в прошлый раз на занятиях общались о ношении пояса поверх рубахи. И вот я увидел это воочию. Андрей Побежан. Христос воскрес. Воистину воскрес. Склиенко. Воистину воскрес. Наталья Усатая. Не все такие мужественные, чтобы носить бороду, ходить в рубашке с поясом и кирзовых сапогах. Образ Игнатия Тихоновича доказывает, что он истинный раб Христов. Как определяют. Евгений Трапко. Мы обернулись взглядами с этим человеком на службе. Я думаю, где-то он вспомнил меня, а я вспомнил его. Только тогда при общении на приходе от Агафаенгла Пашковского я его не увидел с поясом. Он из Байкала. С тех краев. Он тогда еще говорил. Название роликов, да? Да, название дальше. Евгений Тушенко, Сергей. Так на приходе можно выяснить, кто он и связаться. Наверняка, если он едет в такую даль, то информация о нем есть какая-то. Игнатий Лапкин, форум православных праздников Пасха. Я Пасху выбрал с форума. Читать? Ну, можно. Вот это даже. Пасха Христова. Четыре. Вот где. Форум православных праздников Пасха. Пять номер. Форум православных. Шесть. Православный форум Игнатий Лапкин во свете Библии. Проповеди. Шесть. Пасха Христова. Христос воскрес. И вот какие все указы указал. С форума снял. Некоторые любят проповедь. Это я проповеди говорил в храме. О Пасхе. Смотри, сколько. Евгений Трапко. Тогда на общение он не принимал московскую патриархию. Видимо, это его привело к агофангелу Пашковскому. Но вчера он передо мной причащался. Значит, он поменял взгляды на МП. Так как РПЦЗ на Лионе имеет евхаристическое общение с МП. Да. И дальше показываю, какие проповеди у меня. Смотрите. Тормозните каждый. Посмотри. Проповеди. Это все проповеди о Пасхе. Когда-то я говорил, я их выставил. Посчитай, сколько проповедей о Пасхе сказал. Это все о Пасхе. А там фотосъемка так. Юлия Долбнева. Игнатий Тихонович. Дорогой мир вам. Я вам слукавил, а пообещав, что, возможно, мы приедем в лагерь. Мы не приедем в лагерь. Во-первых, мое христианское мировоззрение изменилось. Я не признаю спасительность деноминаций, в частности, православия. А спасение только через Иешуа Ха Машиаха. Я не молюсь никому, кроме живого Бога. И многие мои предупреждения, особенно канонические и догматические, рухнули. Все, все потеряла бабенка. Все, ничего нет. Главное, слукавила. Ну, что сделаешь? С лукавым позналась, слукавить будешь. Мировоззрение христианское изменилось. Причем тут мировоззрение? Христа потеряла. Церковь потеряла-то. А это все динаминации. Нет этих слов динаминации. Ереси. А православие – это церковь. Здесь у нее все сбилось, сейчас она в полной тьме. Ха Машиаха. Ну, получишь его Машиаха. И, во-вторых, это физически и эмоционально было мне тяжело. То есть, сейчас разобраться, правильно поступить ей тяжело. Но не тяжелее, чем в аду мучиться. Спаси Христос. Простите. Все интересно. Она написала вот так, а до этого не писала. Муж не давал там Степану. Он заходил, я ей отвечаю, а он, значит, отвечает и в это время там сильно бунтует. И, наконец, он добился того, что она все потеряла. Ее тащили к причастию. Точнее, или чаще причащаюсь, чаще исповедуюсь, да причащалась. Все. Вот теперь я им пишу. Игнатий Лапкин. Дорогая Юлия, мир вам. Вам не будет в тягость, если отвечу на ваше письмо, в котором постараюсь подробно рассказать, почему с вами произошла такая трагическая перемена и возможны ли возвращения к воскресшему Христу, а не гибель с Антихристом и не гиена с еретиками и лютами. Вы возвысили ваших врагов. Которые вам запрещали даже переписку со мной. Приглашение приехать к нам – это не просто повтор, а это любовь к вам, крик в бездну, куда вас столкнул враг рода человеческого. Откровение 12.10. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью ангца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Главное свидетельство своего, как надо проповедовать. Это сатана не любит, его этим надо побеждать. У нее этого ничего не было, она сидела дома. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, к горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. 1 Петра 5.8. Трезвитесь, бодруствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Даниил 2.44. И во дни тех царств Бог небесный воздвинет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вот я бы ей сказал, я скажу, не трудно тебе будет, если я напишу, ответа не будет. Вот на нее нападали, там, которая, толкать не надо, она лежащая была. Я говорила, что нужно было сделать, она не слушала, потеряла все. И вот что интересно, она написала мне первый раз, еще неделю назад она говорила, могу приехать, то другое. А я это знал уже, ну, года два, что с ней крушение произошло, никто мне ничего не говорил. Я все время тогда и сейчас молюсь о ней. И на молитве у меня как вот яма какая, разверзлась перед ней. Я говорю, так ее нету, она пала, пала. Я ее тогда сразу перенес в стан падших. И больше полутора лет вот молюсь о ней как о падшей. А она только сейчас созналась. Не заикалась даже, а связи с другой с ней не было. Рустам, мир вам! Написал Сергею Ильину, что Дедахи – это новозаветник Апокриф, исключенный из канонических книг Афанасием Великим, и является памятником духовной литературы. Привел множество ссылок на застоверность данного факта. А Сергей в ответ на мои доводы наваял такую ахинею – отсебятину, которую наглую не наденешь. Вроде бы взрослый, грамотный человек, еврей даже, а в сказки верит. Хотел принести перед вами мои огромные извинения за то, что время от времени вам писал подтверждение отсутствия у меня не только крещения, но и мозгов. Виноват, виноват, простите, спаси Господь. Вообщем просить прощения. Если ты сам себя определял, что у тебя нет мозгов, а я-то при чем? Я никак не комментировал, нету. Пасхальное освящение, поиндельное. Это я сегодня так. Что такое? А, это вот, которое… А, это уже папаши такие. Ну, это все, считай. Соборов. Еще больше нету. Ну, это коротенько так. Показать, что у нас сейчас есть. Сегодня батюшка приехал утром, понедельник сегодня, девятое. Ну, пасхальное богослужение было, потом освящение тут, и все. Он сейчас пошел где-то, наверное, на митрополит. Звонил, узнавал, где он служит. Это тоже мы записали, и к утру можно будет закачать, не ждать неделю. Ну, вот, показать, что теперь у нас. О, предлагает дружбу Сокольский. Валерий, наверное, Сокольский. Да. Да, похоже? Ну, надо посмотреть. Валерий Александрович. Он еще сообщение прислал. Ну, давай, прочитаем еще. У меня закачка идет, поэтому так задержка идет. Как он, друзья, и там еще попало у него есть. Я могу принять, но потом сказать ему при встрече. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Меня зовут Вячеслав Сокольский. 4 апреля этого года я стал смотреть Потеряевские видео в Ютубе. Очень интересно. Благодарю. Хочу ознакомиться с вашими книгами. О, а куда-то отмахнул это. Интересно. Ну, это та. Вы же нажимали еще принять его в друзья. Я не принимал его. Не там нажали вы. Ну, может быть, и так надо открыть сейчас, посмотреть. Это не наш, Валерий. Да, это не наш. 41 год, Кустанай, Казахстан. Хочу ознакомиться с вашими книгами. Как можно их приобрести? Ну, как приобрести? Вот ты сейчас при этом подними аппаратуру. Я туда сейчас зайду. Вот, сейчас быстренько я ему отвечу. Как приобрести книги? Смотри, как я делаю. У меня на все есть ответ. Так. Теперь, чтобы туда зайти, я могу вот так вот это все сложить. Книги вот здесь это есть. А вот здесь это книги даже. Слово книги все почем. Книги. Я правильно тут нажал? Ну-ка, снова. Книги наши. Это вот так и есть. Вон книги цена внизу. Внизу? Пятая снизу. Где-то где? Пятая снизу, пятая снизу. Где меня? Вышли ниже, я не вижу еще. Вот он. Вот. Книги цена, да. Ага, вот оно где. Почем книги? Вот сейчас я скопирую. Ctrl-S. А теперь я этому человеку туда зайду. Видишь, как это все делается. Вот сюда вот. ну и все на этом так ну как будто вы все сокольский интересно так буква в и все как надо еще сказать это где живет это валентина хапилина кустаная вот устанавливаю теперь эти вот открылась сразу узнали второе это у нас форум богатый форум очень 1600 тем вот как он выглядит и третий ресурс это у нас наш форум этот открытым оком во свете библии видеоканал на трудно перри переключается но все равно можно сейчас увидеть это вот она василия то везде сегодня вот она уже посетили на сколько человек сто семь просмотров да только что установил 28 минут назад вот так бишь популярного силе у нас какой ладно вот показать как она сделает делается и большой это где-то десять тысяч четыреста пятьдесят роликов примерно у нас очень богатые материалы вот это спросили а за что вы судимые я вот показал тут читать надо все все видно кто желает все это надо знать я там у нас называется во свете библии православный библейский сайт вот двенадцатый мы прошли я не подготовился к этому дети лагерь станет еще тут я не знаю как надо в руках держать или что что ну тут туда потребуется заходить я не подготовил материал этот вопрос и ответы разбито 55 папок ну вот это первый я не успею а вот это второй то могу взять или вот этот первый даже нажать чем получится тут так очень хорошо сделано нажимаешь на это вопрос одни вопросы вот идут а потом сразу выходит и ответ ну сейчас мы посмотрим как есть что тут считай вопрос вопрос 406 1 том открытом окон а не грех ли подсматривать за детьми в потеряевке когда они работают например ответ непонятно кто подсматривает откуда за какими детьми вероятно спрашивают о детском православном трудовом лагере стане который находится в поселке потеряевка наш лагерь небольшой огорожен и наши дети без присмотра не бывает ни одной минуты и за ними подсматривать незачем и некому и ниоткуда когда они работают конкретно то работают или рядом пилят дрова или в огороде другой работы нет каждому ребенку дается задание и трижды в день воспитатель который неотлученный при них на сборе перед едой дает отчет выделяя конкретно тех кто работал хорошо и кто плохо это есть элемент воспитания следует награда и наказание я являюсь создателем и начальником этого детского лагеря вот уже 28 лет 28 лет а я лагеря уже 46 было 45 мы теперь по-другому его расформировали так это сколько лет 25 30 16 там получается почти 18 лет назад до этого все это оговорено в уставе и при поступлении ребенка родители знакомиться с уставом и порядками наш лагерь трудовой а не игровой не оздоровительный поэтому больных стараемся не принимать лодырей неисправимых отчисляем навсегда и отправляем домой по окончании сезона при отъезде детям выдаются характеристики ибо за ними ведется тщательное наблюдение за все время их пребывания и это не достать не недостаток а преимущество нашего лагеря перед другими безбожными где творится что попало быть может вы хотели сказать что дети подсматривают друг за другом и жалуются доносят стучат друг на друга но в нашем уставе есть пункт запрещающие то я бедник будет наказан но если кто-то кого-то обидел то обиженный приглашает к воспитателю обидчика чтобы разобраться при свидетелях но если хулиган уклоняется от явки с повинной тогда обиженный обязан прийти один и сообщить об обо всем у нас нет ни одного проступка на на которую бы адекватно бы не отреагировали старшие чувство возмездия наказание за преступление непрерывно на практике показывается детям дабы в них был страх нарушения устава 28 лет это не два дня и мы видим как это хорошо 45 лет и уже без лагеря ну а дети отдыхают уже в деревне у нас стопроцентная гарантия на сегодняшний день защищенности ребенка от хулиганства обиды посигновение на его личность но если бы даже был признак того что дети подсматривают друг за другом то это будет пресечено на месте более строго воспитания чем в нашем лагере трудно найти и это знает все и прокуратура и милиция и администрация мы можем сказать что через две недели у нас плохих детей нет вопрос 407 это я вел занятия в университете по радио я уж не знаю где мне задавали вопросы я отвечал вы сказал первый том открытом к вы сказали салон 3 8 стих восстань господи спаси меня боже мой ибо ты поражаешь планету всех врагов моих сокрушаешь зубы нечестивых но у нас у всех болят зубы и у детей наших что же и они нечестивые ответ конечно и даже более нечестивые чем их родители плевелы дозревают к жатве не закармливайте детей сладостями они растут с гнилыми зубами и походливы как говорил достоевский десятилетние и уже развратные десятилетние и уже развратные зубы здоровье организма притча 30 глади 14 стих есть рот у которого зубы мечи и челюсти ножи чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми сирахова 19 27 одежда и осколбление зубов и походка человека показывает свойства его много смеются а скале оскаляются и это тоже в строку такие люди чаще болеют зубами поменьше смотреть кинокомедии не высмеивать друг друга сирахова 21 23 глупые смехи возвышает голос свой а может благоразумный едва тихо улыбнется 1 петра 4 1 итак как христос пострадал за нас плотью то и вы вооружитесь той же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить вот такой ответ посчитать сколько здесь мест писания вопрос 408 1 том открытым оком если дети не верят в бога и включает телевизор а живут в одной квартире с нами как быть ответ не приведи господи к такой беде сирахова 16 4 и лучше умереть бездетным нежели иметь детей нечестивых книга тавита 3 6 и так твори со мною что тебе благоугодно повели взять дух мой чтобы я разрешился и обратился в землю ибо мне лучше умереть нежели жить так как я слышу лживые упреки его и глубоко скорбь во мне повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и не отврати лица твоего от меня притчи 10 1 сын мудрый радует отца а сын глупый огорчение для его матери притчи 17 25 глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей сирахова 3 12 сын прими отца твоего в старости его и не огорчая его в жизни его сирахова 30 глава 13 стих учи сына твоего и трудись над ним чтобы не иметь тебе огорчение от непристойных поступков его это ваш крест за то что не трудились над чадом своим и уже при жизни пожинайте соответствующие плоды плачьте и молитесь о детях ваших чтобы бог не проклял их как хама и не предал истреблению второзаконие 20 глава с 18 по 21 стих если у кого будет сын буйный и непокорный не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей и они наказывали его но он не слушает их то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего сей сын наш буен и непокорен не слушает слов наших мод и пьяница тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти и так истреби зло и среды себя и все израильтяне услышат и убоятся попытайтесь уговорить их пощадить вас и не включать когда вы молитесь или когда отдыхаете перевернуть все не удастся но может быть найдется где-то уголок в их сердце и в квартире где бы вы могли уединиться сподобил бог меня поговорить с учительницей старенькой моей усохшие черты гастрит артид мать трех погибших в пьянке сыновей мы встретились у входа в здешний храм копейки проходимцам подавала припоминаю древний авраам кормил не наркоманов из подвала она учила она учила нас раскрывших рот что бога нет ни ангелов ни черта в полдома у нее большой портрет там сталин ленин портбилет протертый она гордится до седых волос тому как многих доброму учила обворовал ее один прохвост теперь пришла к церковному кадилу той прохвальбы разрушенных семей варье и пьянь сгорели все до срока туберкулезники из тюрем шлют ли ей плоды патриотических уроков с оглядкой прежней липнет у стены княжонки у киоска выбирает от стажа в партии отставки сатаны открещиваясь жмется ближе к краю ей невдомек плоды ее растут гусинские чубайсы березовский в ней с марксом энгельсом местечко есть христу в души я верила не атеистка вовсе ее плоды из глав администрации начальников пузатых сволочных 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 дорвавшихся к свиным корытом власти в бесплановые планы дней в ночных ее питомцы не дают им пенсии лишили льгот да поделожи вам другой такой страны не знаю песни учить петь по буквам по слогам допелась кукарекает у храма о господи не дай ей помереть рыдать и каяться как видно ей не рано евангелием душу разогреть 14.5.02. Игнатий Лапкин Вопрос 409 Если ребенок боится темноты что делать и нужно ли ребенку покупать игрушки ответ темнота пугает не только ребенка но и закаленных воинов темнота есть неизвестность и прообраз будущей муки это одна из египетских казней и это иногда бывает полезно чтобы мы желали находиться во свете со Христом ибо он есть свет неведение и тьма сродственны ребенку нужно разъяснять не жалея времени насколько осторожно нужно быть в темноте не упасть не разбиться не погибнуть если же он боится темноты в собственной комнате то старайтесь чаще выключать свет и побыть с ним подходить и ощупывать предметы которые вызывают у него страх и все это делать с молитвой Примудро Соломона 17.11 Страх есть нечто иное Иногда это нечто Нечто иное Нечто нечто было и вместе написано Страх есть не что иное Нечто иное да А ты говоришь нечто Страх есть не что иное как лишение помощи от рассудка Страх рождает чудовище Сказки, фильмы, ужастики и компьютерные игры – наилучшая питательная среда для того, чтобы сделать ребенка трусливым, нервным, психически неравновешенным, болезненным, неполноценным. Классики описывают случаи, бывшие с ними, как они на спор ночью ходили на кладбище взять положенную там днем вещь, без света ночью одному мыться в бане. Темнота закрепляет в ребенке надежду на Бога, навык обращаться в молитве к ангелу-хранителю. Не держите ребенка в тепличных условиях. Могу поделиться своим опытом. Однажды в пятилетнем возрасте, когда я спал на полу, проснувшись в лунном свете, я увидел что-то страшное, черное под лавкой и громко закричал. Проснувшийся отец вместе со мной добрался до этого черного. Дал мне пощупать двухведерный чугун и выявил на улицу. Рядом с дома в загородке находились овцы, которых он пас более тысячи голов. Еще с вечера я видел, как отец заряжал патроны без дроби для отпугивания волков. И он мне пятилетнему дал выстрелить в ночную темноту. Она навсегда была для меня расстреляна. И больше я никогда не боялся темноты. Точно так было у Хаджи Мурата в рассказе Льва Тостова. Вот отец неграмотный, как они все знали, как с матерью договаривались. Или еще. Мне было 26 лет. Жил на квартире в Вискетиме у Захаровой и у Литой Григорьевны. Они только что построили большой пятикомнатный дом. И ее семью накрывает волна трагедии. 18-летнего сына Колю по халатности прораба убивает на стройке. Второй сын Гриша лезет в петлю. И его с трудом спасает. Дочь выходит замуж за офицера и уезжает в Болгарию. Мужа зарезали на операции. И последний сын женится. Попадается лихая осноха. И дико восстает против свекрови. Они уходят из дому. И она остается одна. Когда она меня взяла на квартиру, дом был полон стуков, шорохов, каких-то хождений по потолку в ночное время и голосов. Хозяйка уезжает, и я остаюсь один. В это время я усиленно занимаюсь изучением Библии и конспектирую Иоанна Златоуста. Зима. В комнате тепло. И вдруг как будто кто-то подходит ко мне сзади и сжимает меня за плечи. И мне как бы слышится голос. Не выключай свет. Я сразу нападу на тебя. Ты сойдешь с ума, бросишься в окно. Холод пробирает меня. И я сразу же становлюсь на колени и молюсь до тех пор, пока внутренний свет не прогоняет эту тьму. И так несколько раз за один вечер. Ложусь спать, после молитвы еще раз читаю, да воскреснет Бог. Но над всем преобладает мысль. Не выключай свет. А я отвечаю. Да не будет, по-твоему, дьявол. Выключаю свет и через 15 секунд полностью засыпаю. Сарай с углем и дровами стоит в отдалении. Отныне я никогда не включаю свет. Все делаю на ощупь в подьмах, читая молитву. Полная победа по сегодняшний день. Родить и воспитать ребенка – это не одно и то же. Родите его духовно. Покажите ему великое звание христианина. Да будет он смелый боец, воин Христа от юности с младенчества. Игрушки ребенку нужны, но самые дешевые и простые. Жизнь – не игра. Уничтожьте все сказки. Учите его Евангелию. Приучайте его к подвижным играм на свежем воздухе. И не постыдитесь в них поучаствовать сами. Вы никогда не пожалеете о потраченном времени, проведенном с ребенком. Поспешите, поторопитесь установить алтарь Христу в его душе. Поднимайте его как можно раньше, желательно в 5 часов, и чтобы он участвовал с вами во всех ваших работах. Душа ребенка – чистый лист. Не давайте дьяволу засевать его своими злаками. Дети, воспитанные во Христе. Вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать ее великой и славной. Но, увы, являясь создателем и начальником православного детского лагеря Стана вот уже 28 лет, я вижу, как год от года деградируют нации. И что всего ужаснее – самые негодные дети из христианских семей, злобные, ленивые, обжоры, лукавые и лживые. На помощь твою надеюсь, Господи. Бытие 49.18 Вопрос 410. Можно ли ставить детям прививки, если врачи настаивают? Ответ. В Туве в горах поставили прививки яком, чтобы предупредить заражение, и они все погибли. В Элисте, Калмыкия, через прививки детей заразили СПИДом. И таких примеров ни один и ни два. Мы боялись прививок и уколов. Избегали их, и никто не болел. Если явная зараза, чума, бешенство, тогда нужно принять. А если это делается для галочки санэпидистанции, то гони их или убегай, но детей не отдавай. Так у нас в Потерявке детям не ставят прививки. И все до одного здоровые. Другое дело, если бы были врачи верующие, и была бы смертельная угроза. Псалом 126, 1 стих. Если Господь не созижит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно трясутся врачи. Если Господь не охранит наше тело и душу, эти волшебники в белых халатах, в кавычках, не могут спасти и сами себя. Примудрость Соломона, 17, 7. Пали обольщения волшебного искусства. Их хвастатство мудростью подверглось посмеянию. Какие слова? Так, сколько прошло? 42 минуты. Ну, все на этом сегодня. Сегодня понедельник, пасхальный. Спаси Христос, Володя. Слава Христу.